Как раз ему нужно нести слово Господне для того, чтобы больше людей уверовало, чтобы они жили, становились чище, как я уже вам говорил. Потому что, к сожалению, дьявол делает все для того, чтобы человек шел и крал, для того, чтобы он шел и убивал, для того, чтобы он создаются предпосылки. Это идет через сериалы, через телевидение, через массовую информацию. Делается все для того, чтобы человек становится злее. Люди реально злые, они, к сожалению, завистливы, они завидуют, они не радуются чему-то успеху, они делают все наоборот. Поэтому если у нас, если кто-то, обратите внимание, если кто-то идет, упал, человек, скорее всего, засмеется, он не протянет руку помощи, не скажет, давайте я вам помогу. Человеку улыбка, он не понимает, что человеку больно, что ему нужно помочь. И так во всех аспектах. Поэтому, когда мы с вами читаем Библию, мы с вами понимаем, что она как раз это описание, она как раз и дает нам ответы и спасение на многие вопросы, как нам с вами выжить, как нам с вами обрести вечную жизнь. Поэтому я считаю, что если у вас еще нет Библии, нет Цветового Писания, вы еще ее не читали по какой-то причине, то, конечно, нужно не затягивать, не думать, что я в преклонном возрасте приду и стану где-то в церкви или дома на колени, покаюсь, и все будет отлично у меня. Просто до этого преклонного возраста можно физиологически не затянуть. А зачем это делал? Ну, как зачем это делал? Смотрите, когда, ну, есть в мире все очень просто на самом деле, ничего сложного нет. Есть Иисус Христос, да, который пришел для того, чтобы нас с вами спасти. Есть дьявол, это падший ангел, который делал все, он его искушал. Он говорил, зачем тебе, я тебе дам и так, ты будешь управлять, управлять всей землей, зачем тебе, что тебе еще нужно? То есть он его искушал, он говорил, прыгни, посмотрим, может, ты должен остаться живой. То есть он его постоянно искушал, искушал, искушал. У него не получилось. А что получается? С людьми это получается у него вообще без проблем, потому что современный человек, он грешен и греховен, и даже не надо никуда далеко идти, надо начинать всегда с себя. Я, допустим, это понимаю, я над собой работаю, не всегда все получается, как хотелось бы, но приходится ежедневной молитвой и покаянием отбрасывать от себя вот эти все бесовские, ну, знаете, бесовские слабости, которые нам он подбрасывает. Начинает, кажется, такой, на первый взгляд, такая мелочь, допустим, там, какой-то порнофильм или там сайт какой-то, да, там, порнохаб, как это так называется. Все, человек потихонечку начинает, начинает затягиваться, да, то есть он не создает семью, ну, достаточно, там где-то посмотрел, потом блутать сюда идет. И так во всем, во всех аспектах, да, там, вот простые заповеди, там, не убей, не укради, но они в большинстве своем, они не работают, потому что у нас человек идет и ворует, у нас человек идет и убивает, у нас человек идет и любодействует, поэтому, но вот надо, я понимаю, что это такие вещи, которые прописаны истиной, которые кажутся, на первый взгляд, что они, их можно легко, да, там, выполнить, выучить, но на самом деле, когда человек начинает, начинает просто даже стараться, выполнять эти заповеди, у него зачастую это не получается, потому что это реально сложно. Без молитвы, без покаяния, я могу уверенно даже про себя говорить, что это очень сложно, допустим, бросить, отбросить себе какую-то грязь дьявольскую, допустим, там, не курить, отбросить себе там дьявольскую, такую, такую вещь, как, допустим, там, не пить. И так можно смотреть по всем этим, таким, знаете, подгонам дьявольским и получается, что человеку реально тяжело от этого отказаться, у него это просто не получается, как я уже вам говорил, из-за простых вещей, потому что он грешен и греховен, и когда человек с этим не борется, он полностью погружается в дьявольскую почину и потом горит в такие неогненные. Поэтому нужно просто определяться, на какой, на какой стороне человек хочет оказаться и быть. Он хочет быть на стороне Иисуса Христа или он хочет быть на стороне дьявола. В принципе, это очень просто. То есть, это так, как бы, там сильно не в подробности не входить. Поэтому вот почему ему как раз, почему дьяволу это и нужно, потому что он хаос, уничтожение и нужно выбрать или вечную жизнь, да, или в раю, или в аду, в этом огне, в пепелящем. Ну, это страшно на самом деле. И когда, знаете, кто-то говорит, там, я не верю, там, это дело каждого, понятное дело. Ну, у меня было очень много в жизни всевозможных случаев, всевозможных жизненных историй, с которыми я сталкивался, где, если бы у меня не было помощи от Господа, от Иисуса Христа, я бы, понятное дело, даже просто бы физиологически бы не выжил. Поэтому как раз вот эти молитвы ежедневные, я уже, полюсь очень долго, там, порядка, больше 20 лет, я понимаю, что эти вот ежедневные молитвы, они очень помогают, они оберегают, они защищают, они, в конце концов, вдохновляют, и они направляют на путь спасения, они направляют на путь проповеди, потому что только через проповедь, только через молитву можно обрести как раз вот то, что я уже вам говорил, и Божью благодать, и Божье благословение. Вы из какой церкви? Из католической или православной? У меня, я создал церковь Детей Бога Единого, церковь Святого Грааля, церковь Бога, еще там несколько тоже создавал, то есть я вообще себя считаю православным христианином, но, как я уже говорил, что в современном мире он требует другого подхода к религии. Современный мир, это когда мы сегодня с вами читаем молитву, когда мы с вами общаемся, это вот то, и Господь Иисус Христос находится с нами, это вот в моем понимании, это современный мир, который не обязывает никому ни за что платить, который не обязывает, если человек не хочет исповедоваться. В моем понимании современная церковь это то, когда люди молятся, не отдавая кроме молитвы больше ничего, потому что молитва это самое главное. Вот когда я читаю молитву к Господу Иисусу Христу, я понимаю, что и мы читаем, и ее будут читать потом еще люди, которые будут смотреть это видео, я его укладываю на разных своих каналах. Люди, когда будут молиться, они будут помогать этой молитве не только себе, но и другим людям, которые рядом, которые не рядом, которые за тысячи километров. Поэтому давайте с вами помолимся, прочитаем эту великолепнейшую молитву, молитву, как у Господа Иисуса Христова, называется еще Иисусова молитва. Вот как раз эти простые слова, эти великолепные молитвы, они помогают всем тем людям, которые сегодня еще не знают, не определились, на чьей стороне они будут. Сегодня еще огромное количество людей, которые не знают, не впустили в свое сердце, в свою душу Иисуса Христа, слава ему во век, потому что они по какой-то причине еще не поняли, что... Или, знаете, современный мир, на самом деле, он же еще тоже и затягивает своими, как я уже говорил, успешностью, успехом, когда человек должен строить свою карьеру, когда он должен думать о том, что как ему быстрее где-то заработать. И он забывает о друзьях, о семье, о молитве, о Библии, он просто забывает. Я уже говорил про десять заповедей, что человек, он не хочет о них знать, потому что дьяволу выгодно, чтобы человек о них не знал, чтобы он был... Ой, извиняюсь, точно, чтобы он был погружен в вот эту пучину, именно пучину разврата, пучину, как в Библии написано, да, в десяти писаниях, именно в десяти заповедях, что нам нужно делать, да? Не красить, не воровать, не убивать, не прелюбодействовать, почитать родителей. Спасибо большое, спасибо большое, да, оно просто вырвалось как-то в тихо. Поэтому все на самом деле очень просто, и мы с вами, когда читаем молитву, когда просто размышляем о Боге, это уже очень хорошо, потому что, к сожалению, христиан становится все меньше и меньше. Темные силы, они на самом деле очень успешно продвигаются, потому что современный мир, он... Это мир не тот, который был две тысячи лет назад, он очень сильно поменялся, он изменился. Сегодня коммуникации идут в тысячи раз, может быть, в миллионы раз быстрее, да, там через год уже будет теми спутниками интернетовскими, старлинками Илона Макса, да, уже вся планета окутана, да, и мы будем с вами сидеть и получить информацию, даже будет просто маленькая у нас как антенна такая параболическая, будем с вами получать информацию. То есть все поменялось очень быстро, и в этой погоне за инновациями, в этой погоне за, можно даже так сказать, за сенсациями, да, человек забывает о том, что есть вечные слова спасения, есть вечные слова благодати, есть серьезные очень, кто может быть не знает, посмотрите там про Туринскую плащаницу, кто не знает, почитайте больше про Марию Магдалину. Но есть очень интересные христианские, такие стопроцентные, ну, как бы даже это не сюжеты, Марию Магдалину, чем интересно, она во Франции, поскольку Иисус Христос был распятый, воскресли по Писанию, она с небольшими последователями, с небольшой группой переехала во Францию, да, то есть она проповедовала здесь, скажем так, близко, скажем так, да, не где-то там за миллионы километров, да, она там 30 лет прожила в пещере, в молитве, в покаянии, это очень важные аспекты такие, сегодня ее нетленные мощи, они были обнаружены, ну, они были обнаружены, там, не знаю, порядка тысячи лет назад, и там хранятся в разных местах, Ватикане, и во Франции, там, в части Церквей, там эти мощи хранятся, это очень, это очень важно, очень не то, что важно, это очень важная такая вот информация про тех людей, которые были с Иисусом Христом, которые, в которые часть Его и направляли тоже, тоже нужно понимать. Там очень много есть, вот про Марию Магдалину, очень много есть информации, очень интересная, очень такой специфическая, что она чуть-чуть была не первая после него, а, возможно, была с ним на равных, потому что есть разные теории, что вплоть до того, что она была его женой и беременная сюда переехала во Францию, поэтому там есть очень много интересной информации. Туринская плащаница, это вообще настоящая сенсация, как раз для тех, кто ни во что не верит, это нужно, вот как раз им нужно читать и смотреть очень много документалистики, исследований по Туринской плащанице, это, ну, не придумана настоящая сенсация. Кому я еще уже давно обещал выложить на этом канале, на христианском, я до этого выкладывал видео на другом канале, там называется «Поискоклада из золота от Виклинга», и там у меня есть видео, когда я читаю Библию, проповедую, как сходит Святой Дух, тоже очень интересно. У меня есть видео, когда я там, допустим, там летал, да, там заснял на самолете, как летел, как подлетел прям очень близко к моему фюзеляжу, там инопланетный корабль, то есть это на самом деле такие вещи, знаете, которые, которые как-то сталкиваешься с, да, вот, с потусторонним миром, сталкиваешься с такими, когда вот ты молишься, да, ты глазами не видишь, а потом смотришь на гаджете, и ты видишь, как сходит Святой Дух, я потом еще где-то 5 лет молился и спрашивался с Христа, почему гаджеты, да, это все фиксируют, а я там не могу этого увидеть. Потом через несколько лет молитву я начал и так это видеть. То есть это, когда человек много молится, он начинает получать определенные откровения в жизни, жизненно важные даже в какой-то степени откровения. Поэтому насколько это, насколько это интересно, да, это захватывает, да, это необычно, потому что, ну, человека ничем не удивишь. Проще, знаете, сказать, да, это городской сумасшедший и все, потому что чем взять ему Библию, начать молиться и тоже получать, понятно, он начинает получать знаки, он получает Божью благодать, Божье благословение, потому что он молится, а в это время другой человек просто не молится. Ну, это ему неинтересно, он не хочет по какой-то причине, не может, а может быть, раздумывает, в какую сторону ему занят добра или зла. Это тоже нужно понимать, что у каждого человека в жизни, у него есть такие водоразделы, где он определяет, в каком направлении ему идти. У меня вот был один знакомый, с которым я общался, сейчас уже не общаюсь, он мне пишет смс, что он решил уже все, закончить жизненный путь. Я ему говорю, ну, а ты вообще верующий человек? Он говорит, нет, я не верующий человек, понимаете, то есть, ну, я ему пишу, ну, вообще жизнь надо ценить, потому что она тебе дана один раз, если ты ее вот так вот, как я это называю, это, как пролетел, там, не знаю, какого-то комета, астероид, которая быстро, красиво, но она пролетела и быстро сгорела. Это вот то же самое, но я смог там аргументировать, да, и он отказался, по крайней мере, в тот жизненный промежуток, да, вот там, покидать великолепнейший мир на самом деле, потому что Иисус Христос, Он как делал две тысячи лет назад чудеса, Он точно так же продолжает делать ежедневно, ежесекундно. Я там сейчас записываю огромное количество всевозможных таких чудес, которые были в моей жизни, в жизни моего папы, моего прадедушки, в жизни моей мамы, в моей жизни вообще их огромное количество. Я думаю, что, может, через несколько лет смогу там ее где-то опубликовать в электронном варианте, для того, чтобы люди больше обращали внимание на такие вещи, на всевозможные подсказки жизни, на всевозможные, скажем так, знаки, потому что современный мир, он хоть и так урбанизирован, но люди, которые молятся, люди, которые верят и в Бога, и в Господа Иисуса Христа, они, понятное дело, получают всевозможные подсказки, они получают такие вот, скажем так, советы, поэтому... Ну, и вы знаете, что я уже рассказывал, очень много показывал, посмотрите, кто еще не видел, Граль, который я нашел, и мой папа его искал, и мой прадедушка его искал, и многие мои предки его искали. Ну, удалось, да, тоже плотно, очень, конечно, долго его искал, но нашел, и вот он теперь стоит, и мы молимся, мы на него смотрим и восхищаемся этим сосудом. Расскажите про последнее чудо в своей жизни. Ну, скажу так, это даже в какой-то степени может быть не чудо, это такая жизненная подсказка, когда в жизни произошли бы очень плохие изменения, изменения, которые бы, ну, скажем так, они бы привели бы к таким, знаете, к серьезным последствиям, могу рассказать несколькие истории. Последнее, которое было, это было 17-го числа этого месяца, это два дня назад, получается, я лег спать там, в общем, я, одним словом, плохо спал, хуел, там, так, ерзался, ерзался, и там, примерно в 4 утра у нас, в комнате, где мы спим, зажегся свет. Вот так как я не очень сильно хорошо, ну, не очень спал, так, знаете, то есть я проснулся, от щелчка у нас есть, ну, можно включить свет, у нас лампы, пультовые лампы можно включить рукой, можно включить через пульт. Я подумал, что кто-то там из семьи во время сна случайно там зацвенил, ну, то есть пульт могли оставить в постели, и кто-то нажал, и он там свет включился. Ну, когда я там встал с кровати, я смотрю, что пульт вставлен на стенке, специально такой вставлен, получается, отсек, куда вставляется этот пульт для лампы. Тогда я обратил внимание, что включен физически, да, там, выключатель, я его выключил, я обратил внимание, что на кухне тоже что-то горит. Ну, спросом я встал, подошел, смотрю на телевизор, вот он здесь, у меня слева висит, смотрю на телевизор, он тоже включился. Я его тоже физически выключил и пошел спать. Утром я подумал, может быть, наверное, у меня этот, были, может, как-то мой перепад, и включился там и свет, ну, такого никогда не было, ну, думаю, мало ли, и телевизор тоже. Я подошел, физически выключил телевизор, включил, ничего не произошло, то есть для того, чтобы он включился, необходимо было нажать на кнопку. За день до этого ко мне прилетел голубь, я его тоже, кстати, заснял видео обязательно, будет интересно, напишите, выложу и здесь, на другом канале. Прилетел голубь, и он ходил и стучал по железному подоконнику, и он стучал очень сильно, я не понял, почему он стучит. И потом, когда я обратил внимание, вот, и взял телефон, и сфотографировался на видео, у него на пальцах, почти на всех, на концах его пальчиков, ну, его лапок, такие круглые камни. Поэтому он, когда ходит, это очень сильный звук. Я вот после этого, получается, вот, сижу и размышляю, думаю, странно, такие вот события, ну, я сейчас расскажу, у меня еще есть несколько таких историй жизни. Я сижу и думаю, странно, с чем это может быть связано. И получаю звонок. Звонят мне и начинают рассказывать мне, что я должен делать в этой жизни. Скажем так, когда у тебя такой есть знак, ты начинаешь, ну, очень-очень осторожно ко всему относиться и говоришь, что спасибо большое, но я не хочу этим заниматься, потому что понимаю, что тебе как раз был дан знак. Перед этим, во время коронавируса, то есть у меня таких историй, я могу их рассказывать часами. Перед этим, то есть как раз этот, я и как раз и говорю, что я как раз и понял, к чему это было знамение, для того, чтобы я более осознанно и более серьезно подошел к этому звонку, потому что человек, он как бы никогда не ждет ни от кого никакого подвоха, он спокойненько расслабляется, спокойненько занимается своими делами. Там, где ему возможно что-то заработать, он вообще очень, на самом деле, идет навстречу и понимает, что это нужно очень, потому что современный мир, он как раз очень материализован. Может быть, проделки дьявола спрашивают? Нет, это по поводу проделок дьявола, я вообще-то исключаю, расскажу почему. Потому что, понимаете, когда у меня здесь вся квартира, это христианские всевозможные ценности, которые я сам находил за много лет, которые я искал со своей семьей, которые мне подарены, я очень много подарил христианских ценностей. Такие христианские ценности, они наделены, вот у меня икона, которая на заставке стоит, да, этого стрима, ей там примерно 500 лет она стояла в церкви. То есть, такие намоленные вещи, одни намоленные иконы, намоленные всевозможные там крестики, у меня там есть крестик христианский, которому там больше 1000 лет, который я лично нашел тоже, Грааль, вот у меня есть такие вещи, которые они не дают темным силам вообще никуда там подойти, чтобы вы понимали. И еще самое главное, у меня там был в жизни тоже такой случай, он, это когда есть такое выражение, знаете, что к тебе прикоснулся Бог. Вот как раз у меня был примерно такой случай, когда я, это была ночь 9 мая, ко мне приезжал мой друг, мы сидели с ним, я там ему рассказывал, показывал ордена, там рассказывал про подвиги во время Второй мировой войны своей дедушки. И утром я просыпаюсь и у меня, на меня нет, нет моего крестика, у меня крестик висит на такой, на веревочке, на цепочке он начал. И, значит, я думал, ну, думаю, во время сна, наверное, я его случайно сорвал, этот крестик, и начал уже его искать. И нашел, да, нашел, но мое удивление было в том, что он не был сорван, то есть он просто лежал. Вопрос есть в том, что когда я его купил и привязал, то есть он не снимается, то есть он сделан так, ну, то есть так получилось, да, что он не снимается, его невозможно снять, ни при каких обстоятельствах. И я начал пробовать его одеть, ну, и, как вы понимаете, одевался вон так вот сюда, на макушку, и все. Дальше он не одевался, но это и понятно, потому что он так все продумано, скажем так, что подел, завязал и все, и что-то не спало, там куда-то плаваешь, там где-то на море, не важно. Это произошло в 8 утра, я проснулся, и так я сидел, пробовал его одеть до 12 часов дня. Я позвонил своим родителям, с ними консультировался, что делать, отложил все дела, понятное дело, никуда не пошел, сидел, думал, вот как проснулся, даже практически никуда не вставал, вот как проснулся на диване, так и сидел, и думал. Размешал, к чему это, в 12 часов дня я одел, и он уже не снялся. То есть это был знак, это были события перед войной, то есть я его потом уже, когда, то есть ну как бы так оно быстро все сумбурно прошло, как бы так оделось, все, и я понял, ну то есть я походил несколько там дней в такой просрации, раздумывал, ну в раздумьях провел, и этот потом уже, через время я уже начал анализировать, и понял, что это именно был такой серьезный очень мне знак о том, что нужно уезжать, потому что будет война, и дом три раза подвергался обстрелами, и там, где мы находились, и где спала моя семья такими осколками, как с эту ладошку поразбивала, попробивала, такой осколок человека срезает просто напополам, один снаряд отбыл кусок дома, но не разорвался, а отрикошетил упал, ну в общем там страшные очень вещи, и когда ты, когда ты вот находишься, находишься в таком месте, где, если ты немножечко, это война в Донецкой области, когда ты понимаешь, что если ты там будешь в этом месте, то ты просто туда физически не увидишь.